В Мурманске продолжаются рабочие встречи по обновлению плана на севере жить. В этот раз темой обсуждения стало благоустройство и улучшение городских пространств в регионе. Все-таки за пять лет благоустройство у нас сделало хороший старт в Мурманске области. И порядка тысячи дворовых территорий у нас уже благоустроили. 147 общественных пространств новых появилось в нашем регионе, начиная от нашей столицы Заполярья, заканчивая небольшими поселками. В Центре управления регионом обсудили, какие изменения ждут населенные пункты области в ближайшем будущем. Для участия в стратегической сессии пространства для жизни благоустроенной города Севера привлекли глав муниципалитетов, представителей бизнеса, специалистов в сфере благоустройства. Мы идем семимильными шагами, я скажу так. И я надеюсь, в последующий период, то, что будут собраны все пожелания через нас, через наши стратсессии, пожелания наших горожан разных муниципалитетов, они просто преобладают, войдут в стратсессию. Губернаторам это будет утверждено, и мы будем развивать муниципалитеты только к лучшему. Я просто в этом уверен. В Мурманской области процесс улучшения качества жизни на основе пожеланий северян работает отлаженно. Результаты участия и заинтересованности людей показал федеральный проект по формированию комфортной городской среды. В его рамках участия в голосовании по выбору объектов благоустройства приняли более 90 тысяч человек. Скажем, созданы, благоустроены в рамках этого проекта. Сегодня они пользуются большой популярностью как у мурманчан, это экотропа Беличий хвост, она часто бывает в новостях, так и Поморская набережная в Коле. То есть это тоже в рамках этого проекта. Люди проголосовали, сами выбрали территорию, которую они хотели благоустроить, и это случилось. Напомним, при обновлении плана «На севере жить» учитываются мнения и инициативы всех жителей Мурманской области. Поэтому сформированный проект будет также отражать идеи людей из отдаленных и труднодоступных населенных пунктов Заполярья. Обсуждаем, как улучшить для наших жителей, для наших граждан условия проживания, благоустроить общественные территории. Собрались нас здесь со всей Мурманской области, абсолютно все муниципалитеты. И самое главное, что интересно, что здесь представляется у нас зато. Возможно, после таких обсуждений в Мурманске наконец-то появится набережная, полноценный большой парк и еще больше благоустроенных дворов и площадок. Продолжение следует...